Всем привет! Это Мегуста на канале Едим ТВ. Меня зовут Евграф. Сегодня мы с Василием решили провести такой небольшой эксперимент. Многие из вас просили нас сходить в какой-нибудь паб или пивной ресторан. Мы всегда относились к этой идее как-то так холодно, потому что, ну что оценивать пиво, оно и есть пиво. Одно этой же фирмы пиво в разных местах будет примерно одинаковое. Но мы решили попробовать, и поэтому сегодня отправились в паб Джон Дон. Это сеть, в данном случае мы на Ленинском проспекте. Сеть вообще довольно старая, но то заведение, которое мы сейчас идем конкретно, оно открылось пару лет назад и считается самой уютной. Во всяком случае, так написано у них на сайте. Давайте вместе разбираться, стоит ли потом дальше ходить по пивным заведениям. Погнали! Выяснилось, что коктейль у них все-таки есть, хотя на сайте почему-то их нет. Но мы уже настроились на пиво, как бы. Мне кажется, да. Поэтому нормально. Нас часто тем более просят посетить какие-нибудь пабы. Плюс какой смысл идти в пабы и пить коктейли? Опять же, можно, конечно, протестировать, но... Что касается пива. Пива тут, кстати, не так много. Разливного. Разливного. А здесь, по-моему, бутылочного вообще нет. Есть чуть-чуть. Гиннеса нет. И это хорошо. Я за. Потому что Гиннеса – это попса. Пизде, да? Это как Лонг-Айленд. Не, я бы не брал сейчас Гиннеса, но просто его нет. Надо участие. У них здесь явная любовь к пивоварне Билл Хевен. Я, кстати, ее тоже полностью поддерживаю. Но ничего не имею врать, кстати. Четыре Билл Хевена. Ну, кроме Макаламса и Скотч Штаута, еще какой-то Твистед Систл. Вот. И Крафт Спилснер. Вот очень интересно. Ну, я, кстати, и попробую вот этот Твистед Систл. Это ИПА, собственно говоря, это Крафт. Ну, только от нормальной пивоварни, а не от ваших этих. Вошел говно этого, как-то. Пахнет носками. Да. Все время. Есть такой момент, да. Вот. Есть бутылочная. Корона Экстра и Бэкс безалкогольный. Короче, никогда, главное, не берите Бэкс безалкогольный. Мне кажется, хуже только Клоу Стайлер, наверное, поужаснее еще будет. Я не знаю, я вообще не понимаю безалкогольное пиво, поэтому... Я тоже, но самое лучшее на мой взгляд, я пил. Я знаю людей, которые любят Клоу Стайлер, как раз. Я знаю таких. Ну, у всех свои недостатки, ради бога. Ну, короче, идея такая. Мы попробуем побольше пива, но поменьше объемом. Идея, кажется, логичная вполне. Нет, вполне, естественно. Как вспоминаю, брала солдата Швейку, мы обошли 8 баров, но, к нашей чести, надо сказать, мы нигде не пили больше 4 кружек пива. Да, именно так. Что, поесть надо? Давай что-нибудь, закуски какие-нибудь или что? Или будем бургер есть? Я думаю, что надо проверить, насколько хорошо здесь гренки, потому что гренки берут везде. Ну, да, наверное. Чесночные гренки. Нет, серьезно, серьезно. Есть гренки прям особенно вообще. В Молес очень крутые гренки, например, к слову. Так, хорошо, тогда чесночные гренки. Сколько они здесь стоят? 190 рублей. Сколько копейка. Chicken sticks chili. Давай попробуем. Вот я осматриваюсь, и не похож он на классический английский паб, как себя позиционируют в некотором информационном поле. Причем этот в меньшей степени, чем остальные. Да, да, да. Чем из которых Нарьва Толстого, в частности. Нам, пожалуйста, маленькие Twisted Thistle и Крафт Пилснер, чесночные гренки, кольца кальваров и chicken sticks chili. Все хорошо. Пять или шесть заведений всего у ребят. Я даже слышал, что были попытки открыть в Питере. Ну, в смысле, точно открывал в Питере Джон Дон. Вопрос, открыт он сейчас или закрыт. Первый пивас в первые Джон Доны. Там сеть старая, с десяток, что ли, готов. Да, да. Где-то около того. Вот. Первый пивас в первые пабы привозили из питерского Диккенс. Знаменитый Боревич. Был бы, кстати, крут в Питер вообще добраться там, снимать, я думаю, был бы... Надо. Огненно. Если кто-то хочет нас позвать в Питер, мы готовы. Спасибо, это мне как-то распил. Это епарин. Все, спасибо. Ваше здоровье. Да, выпьем. У него есть определенная знакомая горчинка, вот эта вот сладковатая такая, сладковатая-горькая от Гиллхевена вообще. То есть у них в Сталке вот такой есть. И вот это вот ты с языка снял, я думаю, что не так для меня. В этой IPA яичке. Она реально вот угадывается. Какой-то маркет, а такое похожее. Нет, здесь нормальная горчинка. И пашная, чувак. Я поэтому, например, не люблю... Я имею в виду сладковатая горечь вот эта вот, какая-то такая. Может быть. Ну, Билл Хевен... Присущая, присущая, мне кажется. Я пил Билл Хевен и Роберт Бёрнс, правда, бутылочный, и Мак Аллумс, он вообще сладкий стаут. Скоттиш стаут, он не сладкий, но сладковатый. У них всегда вот это есть. Может, там какие-то общие дрожжи, там, у них эти сто лет уже... Может, может. Они разводят и чуть-чуть этих добавят. Мы уже доказали во многих выпусках, в том, как мы разбираемся. Какими специалистами по пиву. Да-да-да. Поэтому мы лучше поболтаем просто. Возвращаясь, да, к организаторам всего этого действа, Джон Дон Баба в том числе. Я тебе скажу, ты знаешь, кто такой Джон Дон? Кто такой Джон Дон? Да. То ли писатель, то ли... Поэт. Поэт, да? Там 16-17 век. Давай, продолжай. Я видишь, что я что-то знаю даже. Молодец. Креативным директором здесь является господин Уткин. Василий Уткин, да, я тебя знаю, кстати. Вот. Они, значит, позиционируют себя, ну, типа, сеть пабов Джон Дон, как единственная сеть пабов, в которой существует школа спортивной журналистики. О, спасибо. Спасибо. Это работа и так, значит, приходят разные ребятки поучить целому разуму спортивной журналистики. Их направляют на стажировки в различные спортивные, около спортивные издания. И потом у них есть возможность вживую покомментировать здесь какие-то спортивные события. Есть даже раздел «Наши комментаторы», где перечислены кто. И там, ну, соответственно, Василий Уткин, да, главный возглавляет, возглавляет этот список. Ну, логично, да. Очень маленькие, тонкие. Посмотрим, как они внутри. Да, они должны быть снаружи хрустящие, а внутри мягенькие. Мягенькие, ну да. Ммм, такие и есть, черт возьми, прикинь. Как они это делают, твой мальчик? Не знаю. Ну, в смысле, жарят при определенной температуре. Чего непонятного-то? Ну, я имею в виду, что если слишком большая температура, они у тебя не прожарятся и будут слишком хрустящие. При средней температуре будет все норм. Так, я попробую кальмара в соусе. Приятного аппетита. Блин, крутые эти, мне очень нравится. Ну, а с гренками все полное, ох. Я попробую. Прям вообще. Прям в ашпе. Ох, тяжело будет мне сегодня работать дальше. Ты что, не собираешься работать? Чуть-чуть, на самом деле. Илья, скорее всего, будет работать. Мне нужно починить ноутбук. На мой взгляд, гренки чуть мягковатые. А я другая более хрустящие. На мой взгляд, близки к идеальному. А это что такое? Это куриный chicken fingers чили. Так, гренки я не прям в большом восторге. Кальмар-кармаров хороший. Да. Куриный ее... Эти вот пальчики, ну, нормально. Походу, это... Все окей, короче, да? Грудка. А соус это типа сметаны, что-то такое. Как будто без всего даже. Курица чуть суховата. И вот что мне не понравилось... И не такая острая, чтобы ее назвать, чили вообще. Ну, чили типа, если сладкий чили, вот это все. Ну, она реально более сладкая, чем острая. Да, она практически... Остроты практически нет. Но вот кули-слоу, который салат капустный вместе с кольцами кальмаров дали, что-то мне вообще не понравилось. Горьковатая капуста, салат какой-то не промаринованный. Обычно надо, чтобы он постоял какое-то время, иначе получается просто сырая капуста и вокруг немножечко смазанная соусом. Заправка вот этой. Курица чуть пересушена. Прямо самую-самую малость. Да-да, она суховато, суховато. Самую малость. Но при этом неплохой клярт и нормальный сладкий соус. Не чили, не чили. Надо вычеркнуть оттуда слово чили вообще. Может ввести в заблуждение кого-то. Что ты говоришь, салат не вкусный? Да, мне не очень понравилось. Я вообще в принципе люблю кули-слоу, но его, как ни удивительно, его редко где хорошо делают. Хотя казалось бы, капуста, там, ну, морковка, там. Ну, это ни о чем. Да, кстати, да, он горчит, твою мать. Ну, потому что горьковатая капуста. Да, да, прикиньте, он горчит. Мне на удивление понравились кольца кальмаров, я их тоже не люблю, по той причине, что их часто тоже переделывают. Они становятся резиновыми очень легко. Они в принципе так достаточно такие, но если чуть-чуть их переварить, там, или пережарить, они прям становятся, как, этот, оплетка от провода. Короче, Гленочки побеждают, да? Да, ну нет, но да. Да, что-нибудь другое. Давайте гостевой тогда и возьмем. Так, да, маленький гостевой один, хорошо, да? Так, а как он называется еще раз? ЕСБ. ЕСБ? Ну, пусть будет Лондон прайд. Маленький прайд и маленький гостевой прайд, правильно? Да. Тут еще в меню есть такая штука, как гестеп, то, что мы не обсудили. Скайли сезонный какой-то, ну, меняющийся сорт пива, который льют. И сейчас там вот мы заказали, точнее, Вася заказал ЕСБ пиво некое, британское. Я его не знаю, не пробовал. А я взял Лондон прайд, к Лондон прайд я знаю и к нему нормально отношусь. Я просто сдерживаюсь, чтобы не заказать Scottish Stout, потому что мой любимый, я и так все про него знаю. Просто когда сказали про гостевой экран, мне понравилось, что он сравнил и сказал, что официантка сказала, что это что-то среднее между два каких-то сорта вида. Вот, я уже их забыл, потому что у меня память, как о рыбке. Власти рыбки. Но что-то из этого мне нравилось. Я вот сейчас, когда мы начали с тобой посещать какие-то заведения, я стараюсь запоминать. А до этого, ну, как бы для меня там... Спасибо. А до этого момента у меня так получалось, что, типа, ну, мне были там в пабе, в рандомном просто, и все. Сейчас у меня есть уже, там появляются какие-то более-менее излюбленные места. Да, вы, по крайней мере, не излюбленные, а там, вот, я точно знаю, что, допустим, туда я вот пойду, а туда, допустим, никогда не пойду. Вот, например, Дагда Пап. Дагда Пап? Да. И что там? Дебильнейшее название, и, соответственно, такое же заведение. Ты знаешь его? Да, мы туда с женой, к сожалению, имели неосторожность зайти. Искали живую музыку. Ну, в роли живой музыки был молодой бард, который просто играл на деталях чужие песни, просто на табуретке вот так вот. То есть здесь сидят люди, и вот здесь табуретка с ним. И они, видимо, у них, видимо, хватило денег только на аренду подвала, не хватило ни на мебель, то есть вот заменить только столы деревянные на пластиковые. И это можно было рандомное кафешка быть, могло быть. Евро-кафе. Просто рандомное абсолютно. То есть не на потолке, ну, то есть просто обезличенное максимальное место, с плохой акустикой. Ну, и что-то там, был какой-то выбор. Ну, мы просто выпили пиво и ушли сразу. Я про London Pride могу сказать, что это London Pride. Он такой горьковатый слегка, светлый, хорошее британское пиво. Такое, ну, оно достаточно, у него есть характерный привкус такой, но не слишком яркий. То есть он довольно такое, оно мягкое. Я поэтому люблю. Я не люблю все эти ваши ипы и прочие. Я люблю все эти ваши ипы и прочие, но вот это не очень, потому что... Сказали полутемное, вообще оно по цвету... Потому что оно сильно, на мой взгляд... Это ЕСБ. Сильно алкогольное для всего остального букета. То есть иногда бывает, когда там... Много хмеля. Иногда бывает, что там и 6-7% в алкоголе, ну, как бы такие питки. Ну, типа размывается. Ты, ну, ты попиваешь 2-3 бокала и чувствуешь, естественно, алкогольное опьянение. Но когда ты пьешь, у тебя нет ощущения, что ты пьешь охоту крепкую. Вот здесь, слава богу, да, охота крепкая далеко. Но он такой прям хмельной во вкусе, это правда. Ну, да, сильная вот эта вот. Ну, и у меня не было никаких надежд на это пиво. Я его просто попробовал, потому что я говорил, слышал знакомый серф, на котором, может быть, похож. И все. Ты вот сказал тут про Дагда... Пап. Пап. Там живая музыка была. Вообще, есть приложение, которое можно использовать для того, чтобы поставить любую музыку из предложенной в любом заведении, которое поддерживает его. Приложение называется Гусли. Вот мы запускаем его. Здесь уже меня выбран Джон Дон. Ну, допустим, берем в поиски, вводим. Ну, вот у нас есть, например, Джон Дон Ленинский проспект. Вот, здесь сразу написано, что именно играет. Нет заказов в очереди. И мы нажимаем, можно выбрать из того, что... Не что, прям любую? Не прям любую. Давай руки вверх. Вот, я, кстати, не знаю, надо посмотреть в поиске. А, там тебя ограничили. Руки вверх. Есть? Да, нет, они заблокированы. То есть здесь поставить руки вверх нельзя. Потому что владелец бара решает, какие именно песни предоставить. Добавим директора, я думаю. Ну, кто-то, кто занимается настройкой приложения со стороны бара. И это логично, потому что, мало ли, там, ну, то есть можно поставить всякое разное. Руки вверх. Например, руки вверх здесь. Они считают, что руки вверх здесь не подходят. 20 кредитов стоит 200 рублей. 9 кредитов 100 рублей. 200 рублей и 20 песен. Да, ну, грубо говоря, 10 рублей песня. Ну, в общем, если вы хотите поставить себе это приложение, ссылка в описании, вы можете использовать. Если у вас есть бар, какое-то заведение, там также ссылка есть для баров. Вы можете зайти и зарегистрироваться. Там очень просто все это делается. Для пользователей, естественно, он может поставить песню, которая им нравится. А в чем плюс для заведения? В том, что он, во-первых, привлекает таким образом через это же приложение новых посетителей, изморачивается на музыке и выбирает сам, что именно можно ставить. То есть ограничивает выбор людям, чтобы они не ставили всякую дичь. Ну, что я могу сказать про еду, когда мы ее почти... У нас три... Мы попробовали три закуски. Кстати говоря, сметана, которую мы приняли за сметану, это, походу, блю-чиз. Нет, нет, сметана. Это не чистая сметана. Попробуй ее просто отдельно, и поймешь все. Все поймешь, ты все поймешь. Одинокий голубь накормили за окном. Да, да, да. Кольца кальмаров ок. Салат не ок вообще. Он горчит, твою мать. Да, они вообще его туда положили. Гренки ок. Поддерживают. Не будем восхищаться. Ну, я не в восторге от гренок, но они нормальные. Да, они ок. Мне как раз больше кольца кальмаров понравились. И вот эта вот история, ну, тоже ок. Так, Chicken Fingers Chili. Она не чили вообще ни разу. Обновите лишнее слово. Она чуть-чуть пересушеная, но все равно к ней тянет. Такая. Пивас нормальный, свежий. Пивас тоже ок. Короче, заведение ок. Теперь мы оцениваем больше уже не заведение, а пиво, потому что пиво, оно и есть пиво в разных заведениях. Оно, скорее всего, будет одинаковое, если его не... Не испортить. Не испортить, да, хранением неправильным или честно. Гостевой кран вот этот брать, мне кажется, ну... Не, ну, может, и на любителя, конечно, но такое что-то. Невыдающееся какое-то. Оно крепковатое, крепковатое во вкусе. Причем не как бельгийское пиво, которое... Это как-то там гармонично, там тоже оно все крепкое. Но это все гармонично вписывается в общий вкус. А тут реально выпирает хмель. Само место, ну, такое, типа, на пап не очень похоже. Выбор пива средненький. Выбор 12 сортов всего, не считая крана. Плюс этот кран вот, и 12 сортов на кране. Вот. Итого в среднем все. Я считаю, в среднем ок. Я не гуглил тут местность по поводу наличия других пабов в заведении. Может быть, если они есть, то еще стоит подумать над выбором. Специально сюда никогда не пойду. Если я буду находиться где-то рядом, или там, типа, встреча с друзьями, где кому удобно здесь, то есть у меня такой, типа, на подкорке, ага, здесь есть там, типа, John Don't Pub. Можно зайти. Ок. Я согласен, да, с тобой. Но я могу поставить отдельный плюс этому заведению за то, что здесь нет Гиннеса. Я считаю, это прям болзий мув. То есть, так сказать, нужно иметь определенные яйца, потому что Гиннес это явно то, что берут чаще всего в любом заведении, потому что он известный очень. Да. Это какой-то пивной Старбакс. Все такое среднее, нормальное, неплохое. В Старбаксе можно поспорить насчет вкуса кофе, но во всяком случае это будет, типа, ок. Это будет не кофе-хаус, это будет все-таки Старбакс. И тут тоже такое все приятное, хорошее, сетевое такое какое-то. Оно более-менее безликий он какой-то, вот немножко. Не хватает шарма ему какого-то. Но я имею в виду, что это более условная паб-бабность тут, чем в настоящем пабе. Мало характера, мне кажется. Либо это какая-то современная версия, может быть, я что-то не знаю, и ты тоже. Может быть, да, вполне. Может, мы отстали от жизни Старбера, и нам уже 34 некоторым из нас. На некотором 36-40. На самом деле, мне 90-100. Мне больше нравится Нальба Толстого, Джон Дон. Ну и этот неплохой. То есть, как бы, все, что мы пробовали, было как минимум ок. Кроме капусты. Кроме капусты. А мое пиво мне прям очень понравилось. Ну, я знал, Лондон Прайд, понятно. Ну, Лондон Прайд там, да. Секретный вкус. Я буду секретный вкус. А я буду облепиху. Секретный вкус, это нельзя говорить, что? Нет, вы сами. Хорошо. Облепиха видим. Облепиха видим. Это облепиха, да? Это секретный вкус. Хорошо, спасибо. Что, пополовиночки? И потом махнемся? Или ты прям всю сжахнуть собрался? Давай пополовиночку. Давай пополовиночку. Попробуем. Давай, на здоровье. Облепиха облепиховая. Мне очень нравится. Это типа черри бренни. Но она как будто без сахара. Она прям такая. Там как будто прям облепиху в водку закинули и все. Это интересно. Черри бренни только в запахе. Только. Да? Я вообще не очень понимаю. Как будто рябина что ли какая-то. Ой, да. Ничего не понимаю. Какая-то ягода такая, типа рябины или... А в запахе прям черри бренни. Что это? Настойка на кедровых скорлупках. Настойка на кедровых скорлупках, нам сказали. Вообще не похоже. Я не нашел там. Но это хорошо, что я не нашел. Я пил по раз на кедровых скорлупках. Это очень вкусная тема. Очень. Она была прозрачной. Делал у меня знакомый. Знакомый, незнакомый. Теперь, когда она сказала, я чуть-чуть чувствую. Все, сухой. Но у меня вот черри бренни не уходит никуда от меня. Черри бренни ко мне не приходил, честно говоря. Вот это вообще медицинский какой-то привкус. Какой-то спирт с этим, с облепихой. Да, здесь как будто не настояли, а смешали быстро. Да. Такая, ну тоже ок в принципе. В принципе. Ну ок, ну не знаю, я не в восторге. Ни от одной, ни от другой. Особенно от облепихи. Вот это ничего. Скорлупки. Мне кажется, чуть наоборот. Вот это даже получше. Вот помнишь, мы пили в зензевере настойки. Вот это были настойки за чубис. Да. А это какие-то они... По мне ок тоже. Ну, хорошо. То есть я не могу сказать, что это... Вот так вот мы облажались. Черри Брэйнди, Черри Брэйнди. Черри Брэйнди, ты говорил. Но я не могу избавиться от этого запаха. Все равно я. Реально похоже, что как будто вот какая-то вяжущая ягода. Вот это вот такая чисто исконно русская. Короче, у меня вот это тоже отправляется в ок. Ок. Все, все ок. Здесь все ок. Все нормально. Очень увлекательный выпуск. Может быть, да. А обычно, знаешь, когда типа супер охрененный или очень плохо там типа волосы. Волосы в коктейле. А тут у нас типа ок. Пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось. Как вам такой формат. Стоит ли нам ходить пивасы пить. А то мы, да, все, по коктышам. Да, может, нам стоит вернуться к коктейлям. А то мы ни хрена пиви не понимаем. И вообще, отписываюсь. Дизлайк, отписка. Да. Кстати говоря, ставьте дизлайки. И лайки тоже не забывайте. И, естественно, пишите, куда нам еще сходить. И были ли вы здесь в Джон Доне. И понравилось ли вам тоже пищики. А также подписывайтесь на наши группы везде. Вконтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Телеграме. Подписывайтесь на Околобара, околобар.ру и группу Вконтакте. Выходите на едим.тв и так далее. Ой, что устал уже. А еще в описании ссылки на приложение Гусля. Вы можете подключить свой бар, если у вас есть бар. Или просто поставить себе приложение и использовать его в разных барах, чтобы ставить песни. Это были Евграф и Василий. До новых встреч, ребятушки. Спасибо. По сути, аутсорсите музыку. Плюс еще зарабатываете какую-то копеечку. И людей, которые за счет зарабатывать копеечку, я не уверен. Кто-то зарабатывает точно копеечку. Абсолютно. Мы не приняли. Копеечку.